Продумали все и на процедурах постановки на учет в миграционной службе. 8 марта эвакуированных жителей Донецкой Народной Республики начали регистрировать в районном УФМС. Чтобы не создавать столпотворение, автобус небольшими партиями по 15-20 человек привозил людей в Белый Яр и затем отвозил назад, в Олимпию. На месте работала наша съемочная группа. Держи, друг, тебе тоже однозначно. Женщинам цветы, детям сладости. Так встречали эвакуированных из Донецкой Народной Республики 8 марта в УФМС Сургутского района. Крепкого здоровья, близкие ваши люди всегда должны быть здоровы и счастливы. Желания ваши все исполнены, а проблемы решены и забыты. Поздравляем. На первом автобусе в миграционную службу привезли лишь часть эвакуированных жителей, чтобы не создавать столпотворение. Две женщины из десяток детей. Настроение пока непонятное, все устали. Хорошо, только устали дети. Мишкой, самолет, дети. И зато детям понравилось новенькое самолет, а на самолете хоть полетай. Задача минимума на сегодня пройти регистрационные процедуры. Полицейские стараются как можно быстрее всех оформить. На работу в праздничный день вышли пять сотрудников. Прием ввели одновременно в трех кабинетах. Граждане, которые въехали с данных республик, будут сегодня поставлены на миграционный учет. Соответственно, на 90 дней с момента пребывания в Российской Федерации. Кроме этого, иностранные граждане будут дактилоскопированы и фотографированы. После этого будут внесены в информационную базу данных и им выдано уведомление. Также хочу пояснить, что данные граждане могут обратиться за получением других государственных услуг и функций. Это приобретение статуса беженца, временного убежища. Соответственно, обратиться они могут в любой отдел по вопросам миграции на территории Ханты-Мансийского округа, либо на территории Российской Федерации. Помогают всем, чем могут. Пока мама Оксана Гайдаш сдает документы, пресс-служба отдела МВД вместо няни. Прибыли женщины с детьми без глав своих семей. Кто-то должен присматривать за домами в Горловке. Оксана приехала с семерыми детьми. Самому маленькому еще нет месяца, старшему 15. Надеется, что ненадолго хочется домой в родные стены. Муж там остался. Муж, мама у меня, братья остались там. Это вот 8 лет вы там придержали? Да. Сейчас уже невозможно, да? Ну, это сейчас начали у нас прям недалеко от дома ложиться, снаряды. И дети сильно стали бояться вообще в последнее время. До этого как-то то стреляли, то тихо было, а сейчас вообще. А то хоть больше с автоматов стреляли вроде бы такое, а сейчас снаряды прям ложатся. То с градов стреляют. Подростки почти неразговорчивые, их в принципе понять можно. И усталость, и неопределенность. Но находиться дома, говорят, уже было опасно как никогда. Ну, сейчас два стрелять начали сильнее. Холод не испугал вчера, когда прилетели? Ты точно? Точно. С папой связь держите? Да. Там все в порядке. Ну, все хорошо было. Всех эвакуированных расселили на базе Олимпия. Встретили, по словам прибывающих, тепло. А значит, спать по ночам теперь можно спокойно. Виталий Торопов, Сергей Кондаков, Сургут Интерновости.